Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Буганформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных сегодня в выпуске. Еще есть достаточно ниш, которые в настоящее время, особенно в сельской местности, еще не заняты. Именно они могут при грамотном подходе принести серьезный доход. На заседании Брестского облсполкома анализировали работу потребительской кооперации региона. Я в рабочие пойду, пусть меня научат. Система профессионально-технического образования Беларуси отмечает 75-летие со дня образования. Пусть твоя машина через огонь и воду пробьется. Мы хотим, водитель, чтобы тебе повезло. В Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Октябрьское заседание Брестского областного исполнительного комитета прошло на текущей неделе в городе над Бугом. На повестке дня стояло два вопроса. Первый был посвящен деятельности потребительской кооперации. Вторая тема – совершенствование работы с руководящими кадрами Брещины. По традиции, в начале заседания были подведены итоги проверки одного из районов области в части наведения порядка на земле. Подробности в первом материале выпуска. В центре внимания специального штаба, члены которого проверяют ход выполнения задач, по наведению порядка на земле в этот раз оказался Барановичский район. По словам специалистов, определенная работа в данном направлении ведется. Однако, далеко не на всех объектах и порой не в полной мере. Отмечая положительный опыт работы Барановичского райисполкома, сельских исполнительных комитетов, хотела бы отметить то, что все-таки недостаточные приняты меры по наведению порядка на производственных объектах сельскохозяйственных организаций и прилегающих территориях, вовлечению в сельскохозяйственный оборот пустующих земель, содержанию внутрихозяйственных карьеров и рекультивации нарушенных земель. Не являются исключением и факты загрязнения бытовыми отходами территорий населенных пунктов. Это территории общего пользования. Более 60% выявленных нарушений уже устранено. Для решения оставшихся проблем необходимо время. Однако и в этом случае контроль за ходом их исправления – самые серьезные, и сроки для решения определены конкретные. К примеру, большинство садов, которые уже отжили свой век, должно быть раскорчевано к весне будущего года. Я видел эти сады. Там за два месяца их не сделаешь. Мы понимаем. Но там, где сегодня есть 10, 15, 20 этаров в хозяйствах, должен быть наведен идеальный порядок. Первый вопрос основной части заседания был посвящен деятельности потребительской кооперации Брестской области. Усилия кадров структуры в минувшем периоде были направлены на выполнение задач, поставленных главой государства Александром Лукашенко на отчетном собрании Белкопсоюза, а также устранении замечаний, озвученных в ходе совместного заседания Облпотребсоюза, Комитета государственного контроля и прокуратуры в сентябре 2014-го. Задачи, поставленные перед нами главой государства, были детализированы в цифрах и нашли свое отражение в комплексном плане. Из 19 пунктов мероприятий выполнено 17 или 90 процентов. Небеспечено выполнение по двум – это увеличение удельного веса безналичных расчетов до 18 процентов при факте 15 и непродовольственной группы товаров в объеме реализации до 25 процентов, факт 14,5 процента. На выполнение последнего пункта об увеличении производства и реализации непродовольственной группы товаров Облпотребкооперации необходимо обратить особое внимание. В торговле есть ниши, которые в настоящее время, особенно в сельской местности, еще не заняты. Именно они и могут при грамотном подходе принести серьезный доход. Смотрим, частники открывают строить магазины, строить материалы в населенных пунктах, в сельских. А торговля наша, имея пустующие магазины, к сожалению, этим делом не занимается, потребкооперация. Вы упускаете нишу. Вы должны были 25 процентов по заданию непродовольственных товаров в товарообороте иметь, продажу. У вас 14, к сожалению, всего-навсего. Это вот тот показатель, который надо обратить внимание и серьезно поработать. И под заявочки населения. Вы же работаете с сельским населением. Под заявки. Завершил заседание Брестского облсполкома вопрос, касающийся совершенствования работы с руководящими кадрами. В настоящее время в государственных органах управления работает более 8,5 тысяч человек. Из них государственных служащих чуть более 6 тысяч. В кадровом резерве области более 60 человек. С целью повышения эффективности деятельности госаппарата регулярно проводятся аттестации и проверки сотрудников на соответствие с занимаемым должностям. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров проходят на базе Академии управления при президенте, а также в рамках специальных курсов и программ. Продолжаем выпуск. Слесарь, повар, автомеханик и закройщик, продавец и электрик. Сложно сегодня даже представить нашу жизнь без людей этого широкого круга профессий. Они заняты в сфере обслуживания и транспорта, в промышленности и энергетике, в сельском хозяйстве и переработке. Они трудятся ежедневно, чтобы мы, приходя в магазин, выбирали только качественные продукты питания и предметы обихода. Чтобы мы ходили в модной, красивой одежде и обуви, жили в теплых домах и ездили на хороших, надежных автомобилях. Все эти люди – выпускники большой, проверенной временем системы под названием «Профессионально-техническое образование», работники которой в этом году отмечают ее 75-летие. На торжественном мероприятии в областном центре молодежного творчества побывала и наша съемочная группа. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Восемь профессионально-технических колледжей, 15 профильных лицеев, 4 средних специальных учреждения. Все это большой комплекс под названием «Профтехобразование Брестского региона», который объединяет в своих рядах порядка 12 тысяч учащихся. Сохраняя свой статус кузницы рабочих кадров, белорусская система ПТО продолжает динамично развиваться и совершенствоваться, идя в ногу со временем и инновационным прогрессом. Как итог, 52 специальности рабочих и 20 специальностей среднеспециального образования, которые пользуются популярностью у абитуриентов и имеют конкурс при зачислении. Выбирая то или иное учреждение техобразования, у выпускников базовых и средних школ нет необходимости уезжать за своей мечтой далеко от родного дома. И право предоставления первого рабочего места молодым людям, окончившим колледж, лицей или училище, в нашей стране закреплено законодательно. Система профессионально-технического образования, она востребована с первого дня ее организации, то есть 75 лет, потому что она работает на подготовку рабочих кадров для народно-хозяйственного комплекса. Без подготовленных, причем высококвалифицированных специалистов невозможно достичь и хороших экономических результатов. 75-летие системы – это праздник всей республики, всех отраслей, всех областей, потому что система наша, она достаточно уже в возрасте и готовит профессиональные кадры для всех отраслей нашей экономики в разрезе молодых рабочих специалистов. Ровно 75 лет назад в ремесленных училищах и школах фабрично-заводского обучения прозвенели первые звонки. Несмотря на большой пройденный путь, эти учреждения образования, пусть и в немного трансформированном виде, с другим названием существуют и сегодня, расширяя спектр специальностей и увеличивая набор абитуриентов. За эти годы свою страницу в летописи системы образования Брестской области получили совершенно разные по профилю колледжа, техникум и лицеи. С их многообразием и достижениями могли познакомиться гости праздника в фойе Центра молодежного творчества. Как признаются руководители учреждений профтехобразования региона, многое поменялось за эти годы, но неизменной осталась главная цель – качественно подготовить молодого специалиста к работе в трудовом коллективе. На протяжении всех последних 8 лет мы 100% трудоустраиваем и ежегодно у нас комплектование происходит более чем на 100%. Сегодня можно сказать, что выпускники профессионально-технического образования – это востребованное образование на рынке труда, потому что рабочая профессия – это профессия, которая будет существовать всегда. У нас уже профильность не менялась в течение 65 лет никогда, поэтому это говорит, что есть уже свои традиции, есть уже свои наработки, которые во всяком случае в современных условиях помогают обучению и воспитанию нынешней молодежи. В праздничный день в честь юбилея лучшие из лучших были удостойны наград и благодарностей. Со сцены в адрес тех, кто сегодня создает и совершенствует систему профтехобразования, было сказано немало слов поздравлений и пожеланий крепкого здоровья и сил на пути воспитания личности. Немалая заслуга в том, что сегодня имеют учреждения области ветеранов, которые не просто стояли у истоков, но и закладывали фундамент для создания современной образовательной школы. Мы прошли путь от ГПТУ, которая не давала никакого общего образования, прошли путь до политехнического колледжа, где значительно вырос перечень профессий различных и дети получают среднее специальное образование. Многие стали крупными руководителями и это итог нашей работы. Современному рынку труда необходимы высококвалифицированные специалисты. Каждый день работодатели повышают и без того высокие требования к уровню подготовки выпускников на начальной ступени получения специальности. А потому, несмотря на свой солидный возраст, система профтехобразования находится в постоянном развитии, при этом сохраняя свою целостность, мобильность и перспективность. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Делегация из города Сиагань Китайской Народной Республики с визитом посетила Брещину. Цель поездки – укрепление отношений двух народов, а также создание площадки для обоюдовыгодного сотрудничества в различных сферах и отраслях жизнедеятельности – от экономики до культуры. Делегаты встретились с руководством города и руководителями крупнейших предприятий областного центра. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Тему продолжит Анастасия Остробко. Побратинские отношения между белорусским Брестом и китайским городом Сиагань были официально оформлены более 20 лет назад – в 1993. С тех пор обе стороны постоянно работают над укреплением дружеских связей и налаживанием взаимовыгодных контактов. Города регулярно обмениваются делегациями. Состоявшийся накануне визит подтверждает серьезность намерений. В рамках поездки на Брещину китайские делегаты встретились с руководством города над Бугом. В центре внимания оказались вопросы наращивания торгово-экономического оборота. Мы дружим с 1993 года, и за это время наши города серьезно укрепили отношения. Тем более, что контакты двух стран поддерживаются на самом высоком уровне. Президент Белоруссии и председатель Китайской народной республики встречаются регулярно. В этот раз мы приехали, чтобы наладить контакты между Брестом и Сиоганем в части торговли и экономики. Несмотря на то, что визит делегатов имел очень ограниченные временные рамки, представителям китайского города Побратима удалось немного познакомиться с областным центром Брещины. Впечатления позитивные. А главное, есть немало точек соприкосновения, которые смогут придать импульс отношениям в части их развития. Надо отметить то, что и мэр Сиоганя, и весь состав делегации вообще впервые в городе Бресте. Поэтому для них открытие Бреста, я думаю, прошло таком приятном аспекте. Они видят, что наш город молодой, перспективный с точки зрения и промышленного потенциала, с точки зрения географии. Я думаю, что в какие-то формы взаимодействия экономического, культурного эта встреча обязательно перерастет. Представители белорусской стороны, руководители крупных предприятий, рассказали о том, как им удалось выйти на китайский рынок. Несмотря на географическую удаленность, это перспективный путь. Тем более, что и сами жители Поднебесной отмечают, что заинтересованы в поставках белорусской продукции. А потому в завершении мероприятия представители обеих сторон выразили уверенность в том, что экономические и культурные результаты встречи не заставят себя ждать. А обсудить их можно будет уже в рамках последующих визитов. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор о важном, актуальном, интересном. Трудно поспорить с тем, что транспорт в нашей жизни играет большую роль. Меняются времена, ускоряется ритм жизни и средства передвижения становятся незаменимыми. В транспортной сфере трудится множество людей, без которых невозможна повседневная жизнь города и его жителей. Уже завтра они отметят свой профессиональный праздник – День автомобилиста и дорожника. В нашем следующем сюжете мы расскажем о представителе данной профессии, водителе пожарной службы Малорицкого района отдела по чрезвычайным ситуациям Александре Абрамчуке, который является отличным примером как для своих коллег, так и для всех владельцев автомобилей. Тему продолжит София Бережная. Будни Александра Абрамчука всегда насыщены и не похожи друг на друга. С самого утра, приняв смену, он подготавливает машину к работе. Уход за крупногабаритным транспортом требует немало сил и терпения. К делу старшина внутренней службы, как и полагается, профессионалу подходит ответственно. За баранкой пожарной машины Александр Абрамчук уже 8 лет. За руль личного железного коня сел, едва достигнув совершеннолетия. О своей профессии говорит с большим удовольствием. Несмотря на сложности, признается водитель, приятно осознавать, что делаешь доброе дело. Каждое утро заступаем, принимаем машину. Ну и по распорядку дня здесь занятия проходят у нас. Бывает по-разному. Бывает зависимость еще от пары года. Бывает зависит от разных случаев. Профессиональные навыки сотрудник МЧС постоянно совершенствует. Считает, что развитие необходимо. О том, что он лучший в своем деле, сомнений не возникает. На счету Александра Абрамчука звание лучший водитель малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. По итогам конкурса в 2013-2014. Совсем недавно он вернулся с победой с республиканского конкурса. Лучший водитель подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Высокая награда говорит о многом. Приехало очень много сильных ребят. Как бы была борьба такая напряженная, тяжелая. Сложно это передалеть свой этот страх, этот мандраж всего этого происходящего. Ну, как бы в машине уверен был, там правила подучил немножко. Вспомнил. Созданы все условия для работников, для нормальной подготовки и для того, чтобы они могли развиваться как в профессиональном плане, так и в личном. Ежегодно, начиная с 2013 года, мы проводим смотры конкурса на лучшего водителя подразделений у нас в гарнизоне. И хочу сказать, что Александр с 2013 года уверенно, как занял лидирующую позицию и до сих пор он ее держит. Александр Абрамчук прошел на отлично тестирование по правилам дорожного движения, а также показал свое мастерство на автодроме, выполнив целый ряд сложных упражнений на пожарном автомобиле. С присущей нашему герою скромностью говорит, что победа не повод останавливаться, а лишь стимул для дальнейшего развития и самосовершенствования. Для своих коллег водитель пожарной службы Александр Абрамчук – пример профессионализма. Пример того, к чему нужно стремиться. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Брестский областной краеведческий музей не раз становился пионером в продвижении необычных проектов и инициатив. В очередной раз сотрудники учреждения культуры подготовили для брещан и гостей нашего города не менее интересную и, что немаловажно, долгосрочную акцию. Вместе с педагогами многопрофильного центра детей и молодежи они организовали проект, музей и компания. Первое мероприятие в рамках цикла состоялось накануне. Наш корреспондент Анастасия Надрин-Плотницкая стала одним из первых участников праздника. Музей и компания. Под таким символичным названием в городе над Бугом стартовал очередной проект учреждения культуры, чье название уже давно ассоциируется у брещан не только с фондом исторических материалов. На протяжении последних нескольких лет Брестский областной краеведческий музей радует жителей и гостей областного центра необычными акциями и инициативами. Сотрудничество музейных работников и педагогов многопрофильного центра детей и молодежи помогло появиться на свет необычной идее. Сделать для брещан образовательный курс, который позволил бы не только в теории ознакомиться с исконно белорусским творчеством, но и научиться создавать национальные сувениры своими руками. Открытые уроки в форме мастер-классов, которые будут проводить учителя дополнительного образования многопрофильного центра детей и молодежи, и в которых смогут поучаствовать все желающие, все наши посетители. Мы обратили внимание на то, что наш отдел декоративного приколовного творчества имеет очень богатый опыт, большие наработки, и мы пришли к выводу, что нам есть что показать и чем поделиться. Порядка 20 лет Олеся Хартанек преподает в кружке плетение из соломки. Признается, творческое увлечение ей безумно нравится. Сегодня в ее обучающих группах есть и мальчики, и девочки, которые с интересом постигают за создание ярких, интересных композиций своими руками. Олеся Вячеславовна уверена, такой способ приобщения к родной культуре и творчеству лучший из сегодня существующих. Основная цель нашего кружка – это сохранить лучшие традиции соломоплетения и передать их молодому поколению мастеров, которым дальше предстоит это развивать и совершенствовать. Это все происходит и в воспитательных мероприятиях одновременно. То есть дети знают традиции народа и дожинки, и различные там, когда мы куклу делаем, например, говорится о том, что откуда это взялось, купальня, праздник, масленица, все это обсуждается. Для гостей первого праздника организаторы подготовили наглядную презентацию проекта. Фольклорные песни, повести об истоках белорусского творчества и большая выставка работ ручного творчества. Это и многое другое стало неотъемлемой частью национального мероприятия, которое уже совсем скоро будет ждать своих очередных участников. Следующий мастер-класс сотрудники музея и педагоги многопрофильного центра проведут уже в ноябре. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Диалог с природой. Под таким названием представил выставку своих работ в художественной галерее БелАрт брестский художник Владимир Козлов. Своё творчество мастер акварели посвятил порам года. Картины написаны им в разных уголках Брещины с натуры. Узнать знакомые места посетителям экспозиции не составило труда. На счету Владимира Козлова три персональных выставки. Экспозиция «Диалог с природой. Эксперимент художника». В своих картинах он впервые прибегнул к новой технике. Удалось ли ему вдохновить, удивить и порадовать гостей своим творчеством, узнала наш корреспондент София Бережная. 30 полотен результат творческих поисков опытного мастера кисти брещанина Владимира Козлова. Впервые он громко заявил о себе 8 лет назад, представив выставку под названием «Минуты вдохновения». С тех пор художник не переставал экспериментировать в технике, искал новые сюжеты для картин. Диалог с природой получился многогранным. Несмотря на сдержанную цветовую палитру, автору удалось тонко передать настроение. Пору года изображены реалистично. Январское утро в ожидании весны, юго-западный ветер – темы, которые так или иначе ассоциируются с приятными моментами, навевают мысли и размышления. В природе нахожу свое вдохновение. Выходишь на пленэр, смотришь, любуюсь окружающим миром и стараюсь запечатлеть это все в красках. А любимые места? Любимые места – это в сторону домачивого. Я раньше работал, постоянно эти пейзажи мелькали перед глазами, и они в памяти уже закрепились, и мне только осталось выплеснуть красками на белый лист бумаги. Изобразительное искусство, по словам Владимира Козлова, – занятие для души. В свободное от основной деятельности время он берется за кисти и начинает творить. Главное – вдохновение. В ином случае к делу художник не подойдет. Сегодня в коллекции мастера порядка 150 картин. Большую часть составляет работы на морскую тематику. Связано это с тем, что Владимир Козлов окончил мореходное училище. Подход к каждой работе индивидуальный. Художник владеет своими секретами мастерства. Не знать меру, сколько нужно выплеснуть этой волшебной краски акварельной на лист бумаги, чтобы не переборщить такое очень тонкое занятие. Поэтому не каждая работа получается с первого раза. Бывает, что где-то рвешь этот лист бумаги. Своей выставкой Владимир Козлов рассказал, насколько многогранна природа, насколько красива она в разные поры года. Важно научиться подмечать детали и любоваться ее преображением и сюрпризами. Судя по отзывам брещан, посетивших экспозицию и коллег автора, это ему удалось. Я вижу целостного художника. Профессиональный подход к работе. Вдумчивый подход. Внимательный. Проникновение в тему. Очень большую любовь к природе. София Бережная, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Бугинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БугТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Бугинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы просмотра заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании – booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. 25 октября погоду будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. В отдельных районах Брестской области в течение дня пройдут небольшие кратковременные дожди, местами туман, ветер неустойчивый, слабый юго-западного направления. Температура воздуха минимальная ночью 5-7 со знаком плюс, максимальная днем 11 градусов тепла. В понедельник с территорию Польши через Беларусь прогнозируется перемещение очередного атмосферного фронта, который принесет на большую часть территории кратковременные дожди и туманы. Дождливо ночью будет и на Брещене, а день будет отмечен переменной облачностью и северо-западным порывистым ветром. 7-9 градусов – такова температура воздуха ночью. Днем температурный фон будет колебаться в пределах 8-10 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова